Трасса 01 – это соревнование по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях. И в прошлую субботу, 23 октября, в Петербурге прошел финал этих соревнований среди пожарно-спасательных подразделений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Надо сказать, это весьма захватывающее зрелище и все действие происходило у стен стадиона «Газпром-Арена». Саму трассу и моменты соревнований мы увидим в нашем репортаже, но вначале хотелось отметить, что организаторы подошли с выдумкой к данному мероприятию и «Эвент» включал в себя демонстрацию пожарной ретро-техники из коллекции пожарно-технической выставки имени Кончаева, а также частных коллекций – современная пожарная и аварийно-спасательная техника, тюнингованная автомобильная техника известных блогеров и кастом-ателье Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Были организованы разнообразные интерактивные зоны, а в перерывах между соревнованиями проходили дрифт-заезды... Обратите внимание, автомобили расклеены полностью по ГОСТу. Ему не страшно, он спасатель. Заметьте, друзья, на каком близком расстоянии проходят водители этих автомобилей... Бедные чирлидерши танцевали в короненьких юбчонках под дождем и холодным северным ветром, но было прикольно и скучно точно не было. Итак, трасса 01 представляет собой специально оборудованную трассу маневрирования на пожарных автомобилях, состоящую из нескольких элементов. Ну что, погнали! Владимир и Василий уже в автомобиле! Команды должны были показать скоростную езду с преодолением препятствий. Одни из них были круг влево и вправо. Габаритный коридор, змейка вперед и назад, параллельная парковка, удаление препятствий на дороге, а в роли препятствий играл автомобиль Нива. Конечно, очень важно вовремя... Приходится делать это. Очень плавно сейчас КАМАЗ передвигается. Выставили слово, ну, ты, понятно, послушка, что-то человек, дело тоже. А вот здесь люди делают, понимаете, вот уже с фейку назад делают они и делают весла успешно и спокойно, главное. А чего это? Это не очень плавно, это не очень плавно. Это не очень плавно, это не очень плавно. Да, это не очень плавно. Здравствуйте, пожалуйста, не очень плавно. Проезд свободен. Здорово получилось. Далее вводная преграда с препятствием въезд в бокс. Нужно было затем сделать забор воды из открытого водоисточника и потушить условный очаг пожара из ствола. С забором воды у многих участников, к сожалению, были сложности, что сказывалось на итоговом результате. Интересный подход показала одна из команд, погрузив заборный рукав сразу в воду, тем самым заполнив его водой и уменьшив время работы насоса. Отдельно хочется отметить объезд препятствия в виде макета от человека. С двух сторон от него находились сигнальные лампы и та, которая загоралась, в ту сторону водитель и должен был повернуть. Такой своеобразный тест на внимательность. И все это на скорости и на машинах весом около 15 тонн. Водителю необходимо выполнить упражнения в наиболее короткое время и без ошибок, так как за каждую ошибку начисляются штрафные баллы, которые переводятся в секунды и увеличивается итоговое время прохождения трассы. Участниками стали команды пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, аварийно-спасательных формирований города и «Леноблпошспас». В отборочном этапе соревнований приняли участие 52 команды, а в финал вышли 12 из них. В результате напряженной борьбы победителями соревнований стали представители пожарно-спасательной части номер 39 Московского района Антон Билибин и Сергей Щучкин. Второе место досталось команде Лужского района «Леноблпошспас», Антону Плаканову и Ивану Ефимову, а бронзовыми призерами стали Александр Захаров и Александр Васильев, сотрудники пожарно-спасательной части номер 3 Управления МЧС по Московскому району. Хочется выразить огромную благодарность организаторам за проведение такого интереснейшего мероприятия в выходной день. Это редкость в наши дни, так как все интересные события у нас проводятся обычно почему-то в рабочие будни и посмотреть их не получается. Так что всем спасибо, приходите в следующий раз, не пожалеете, если, конечно, вы любите пожарную технику. А здесь был Техноенот и его команда. С большим приветом из города Герой Ленинграда. До новых встреч, друзья-товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова